По назначению его по прямому для хранения гаражей. Общественная организация ОАА использует его с одной целью, с коммерческими целями. То есть она сдаёт его субаренду, и мы не можем от этого никак пользоваться. Можем пользоваться своим имущеем по прямому значению только с разрешения этой организации. Условия они сами придумывают, какие они хотят. И мы ничего не можем сделать. Вот в чём суть, в чём задача. Они используют его не по назначению, это раз. Во-вторых, они незаконно вообще его арендуют, потому как они не подпадают под критерии вот этих организаций, которые имеют право получать и без торгов. И в-третьих, они используют его в коммерческих целях, чего строго запрещено. И сдают субаренду. Суть. Им ничего не можем сделать. Кио мне не отвечает вообще никак. Мало того, я даже в Кио отправлял, у нас есть решение собрания собственных всех гаражей, что нужно обратиться в соответствующие органы, чтобы передали нам аренду. Потому что мы собственники, это наше имущество. А здесь получается, что наше имущество захватили эти друзья-товарищи, и мы, так сказать, теперь только с их разрешениями можем зайти в гараж. Вот суть в чем. Но самое главное, что нам Кио не отвечает. Почему они, мало того, да, еще забыл сказать, что некоторые проверки, какие нам удалось добиться, указали, что эта общественная организация и ее подразделения действуют с огромным нарушением федерального законодательства. Кругом нарушение, нарушение, нарушение. А сделать мы ничего не можем. И они используют то, что они, так сказать, арендуют эту территорию, вплоть до того, что обязывают нам оплачивать все эти платежи. Откуда это взялось? Это все взялось только из того, что они, везде в судах написано, что они собственники участка на правах аренды. Все. Раз у них собственник участка, они что хотят, то и делают. Вот. Суть. Что вы можете нам, сможете вы нам помочь или как? Что нам делать-то? Несколько вопросов можно? Да. Во-первых, мы с вами состояли в переписке, вы получали мой последний ответ. Я попытался ответить на ваши все вопросы. У меня первое. Когда вы говорите имущество, что вы имеете в виду? Вы говорите, мы собственники этого имущества. Что вы имеете в виду? Гаражи. Гаражи, все постройки, бытовые. Сами постройки. Да. И земельные участки. И земельные участки. Состройки, да. Поэтому здесь сразу надо четко понимать, что есть земельный участок, а есть некое, скажем так, имущество. Это разные вещи. Правильно. Поэтому, как я понимаю, что ваше имущество в виде гаража, никто на него не претендует, оно у вас остается. Нет. Претендует. Почему? Вот у меня они забрали гараж. А на нас в суд подавали. А они, значит, в суд подали на том основании, что так как они меня сам не исключили, значит, я не имею права хранить там гараж. Исключили из члена ВУА. Да, из члена ВУА. Не, только из-за этого. Нет, так как вы говорите, забрали. Так а забрали почему? Что имеется в виду, что забрали? Физически забрали. Его нет, и где он сейчас есть, я не знаю. Пустое место. Ну, так у вас документы были собственности на гараж? Конечно. Ну, как такое можно? А вот так? Вот так? Нет, у вас документы на гараж собственности? Есть. ПИБовский документ есть. Зарегистрированы в ПИБе. Нет, это техпаспорт или собственность? Техпаспорт. Дело в том, что... Ну, понимаете, в чем дело? Нам говорят, вот они собственники. Только у них-то никакого имущества совершенно участки нет. Давайте мы сначала все-таки с тобой-то разберемся. Давайте. Еще раз. Просто вы, когда вот, уж не извините, вы оперируете вот, скажем так, фермино, вы говорите, имущество, имущество, наше имущество, имущество, это свое, наше собственное. Да. Я задаю вопрос. Гараж, он у вас. Какой документ? Вы говорите, техпаспорт. Техпаспорт это не свидетельство. Удостоверение на гараж. Но это не собственно... Договорный строительный статус. Сейчас, да. Но это не собственность. это не собственность поэтому некорректно говорит что это наше имущество это не собственность это первое второе в свое время когда-то видимо чтобы понимали все территории сегодня которые сейчас посмотрите территории как правило не как правило 99,9 процента это территории резервов городского вот поэтому все строения которые там почему у вас они не собственность если бы данная территория по генеральному плану по правилам землекодной застройки была предназначена именно для гаражей то у вас бы давно уже были документы на собственность а в данном случае это земли городского резерва под какие-либо проекты какие не знаю это видимо вопрос перспективы то же самое что у нас сегодня происходит по углу зелени Голикова и вот александрино то что примыкает тут садоводство Кирвиц построено там люди дома построили но они к сожалению не понимают что когда город захочет развивать дальше вот медицинский кластер идти вот ветеранов к народного ополчения как и зарезервировано сегодня земле правоохранения то все эти дома они будут потом изъяты то же самое по гаражам соответственно то есть это не является вашим имуществом то есть вам временно вам или на той организации которая была на тот момент да это были общественные организации были созданы были передназеменные участки это первое второе значит соответственно здесь некорректно говорить что у нас там есть имущество нет там имущество там есть некие постройки на которые у вас есть только пиловский паспорт который говорит о том сколько у вас там квадратных метров значит и так далее я договорю дальше дискутировать второе вы говорите нарушена законность вопрос почему вы не идете в суд и не доказываете значит вопрос вот уже четко скажем так скажем так ну убежденно говорить о том что это все незаконно вопросов нет если это все незаконно то соответственно точку в этой истории должен ставить суд почему не идете в суд не рассматривать наш ходатайся значит почему так сейчас теперь давайте видим основание там же не просто так они говорят не будем рассматривать давайте теперь по мере вот как вы сказали значит вы говорите что это у нас это не собственность но имущество там наше есть оно не зарегистрировано в пиве но если вы откроете земельный кодекс там не говорит о недвижимом имуществе там говорится в общее а вообще а не мышц раз второе почему влад или сможет имущество я говорю преимущество этом наша собственность и заповне написано имущество не собственность вот второе почему вы имеет приоритет у него вообще там ничего нет. И мне всю дорогу говорят, вот они имеют права, вы не имеете. Почему? Минуточку, я еще не все сказал. Да, да, да. Дальше. Вы сказали по поводу, значит, резервных земель. Я из Зеленогорска. Наш участок давался специально распоряжением администрации под хранение гаражей еще в 78-м году. С тех пор ни в каком генплане, нигде они не участвуют. Это не резервные земли. Это не прилегающие, это отдельно стоящие в лесу участок. Два. В-третьих, скажите, пожалуйста, почему чиновники Санкт-Петербурга отдали наше имущество владению вор? Потому как они, передавая им участок, у них на участке ничего нет. Они, значит, отдали, нас не спрашивая. У меня есть решение собрания, чтобы передать нам эту землю. Они на это плюют. Вот. И теперь по поводу судов. Значит, я в судах с этой организацией с 14-го года. Сразу скажу, что нам в судах невозможно ничего сделать. Потому что я писал столько заявлений, всяких жалоб и заявлений и в Квалификационную комиссию, и в Верховный суд, и где только не писал. Значит, суть в чем? Суды рассматривают все бумажки, изготовленные в УА, как доказательство. Другое они не берут. Я им приношу прокурорский документ, что организация действует противозаконно. Они говорят, это не относится к делу. И все. И я ничего не могу сделать. То есть, мы в судах не можем... Это раз. Во-вторых, ну, извините, я всегда говорю, извините, эта организация идет в суды, у нее оборот черного нала 2,5 миллиарда. У него своя юридическая фирма. Они налимают миллионы фирм. А я пенсионер, у меня 12 тысяч пенсий. Так они этой пенсии меня лишили. Суд лишил меня по их просьбе. Причем, не основываясь ни на каких нормах права. Понимаете? И поэтому в суд мне идти. Это раз. Во-вторых, ну, вообще, есть государственные органы, которые должны за этим следить. Почему я, гражданин, налогоплательщик, послушный гражданин, законопослушный, у меня ни одного, ни один суд не сказал, что я чего-то нарушил. А тут нарушение миллион, и они имеют приоритет. Ну, вот, если вы внимательно почитаете письма, значит, если позволите, я сейчас наберу помощницу, специалиста, главная, которая занималась в том числе вашим вопросом. Сейчас я на громкую поставлю. Значит, так вот у вас была возможность оформить на себя гаражи. Просто вы не воспользовались этой возможностью заключить договор с кем. Я не знаю, знаете вы об этом или нет. Делаете ли что-то? Нам никто ничего не говорил. Я наоборот. И, по сути, я могу сказать, вот у нас есть договор на строительство гаражей, где обслуживание где обслуживание берет строительная организация и также берет на баланс. Есть вот эти вот именно документы, что все имущество, которое было построено, все построено на средства физических лиц, а не какой-то общественной организации, у которой имущества нет своего. Понимаете, если бы Вуа не распоряжалась нашим имуществом, мы бы слова не сказали. Оксана, там что-то у Ксении трубочка отключена, она пусть мне позвонит сейчас и переговорит. Я-то ни одного письма не получал, поэтому Сергей Васильевич. Значит, смотрите, помимо того, что она действует незаконно, сама по себе организация, у нее нет действующего договора на землю, по крайней мере здесь в нашем районе. Договор на землю расторган. Мы брали специально выписки из Росреестра о том, что участок, который идет на перекрестке здесь Корзуна и Ополчения, он не учтен. То есть, по старым данным кадастровый номер его снят с регистрации в Росреестре. Соответственно, какой может быть договор действующий, если самого участка нет в природе? Как такое может быть? И Киеву пишет, что все разучаствуют. А участок, который, пусть он временный, с новым кадастровым номером на нашей территории, он зарегистрирован в Росреестре. И нам дали выписку из Росреестра, что никакими договорами он не обременен. Почему? Администрация берет нам нагло. В суд даже. В суд даже. И суды берут это дело. И отрицают все наши бумажки. Кадастровый номер совершенно другой уже. Еще один вопрос. Временной. У нас тоже, у меня в Зеленогорске тоже самое. 20 февраля договор закончился. Был пролонгирован на 5 лет. Это вообще во временное строение на 5 лет пролонгировать. там ведет деятельность некая первичная организация. Мне судья говорит, а почему вы не отменили ее решение? А как я могу отменить, если у нее нет реквизитов? Она подпольная. И она ведет там эту деятельность. Как так? Леньги добровольные забирают еще. Там сидит этот самый гражданин, который назначен руководством. Он говорит, я здесь хозяин, а вы здесь никто. Давайте платите. Не хочешь платить? Все, вот тебе гараж, и вот сейчас мы закрыли шлагман, и фиг ты сюда проедешь. Вот и все. И еще какая-то общественная организация, которая не имеет права подавать в суд, подает в суды на то, что на каких-то должников. Нас с должниками делают с самого начала года. Без суда признают нас должниками на основании решений вот этой организации. Я говорю, вы представьте реквизиты организации, которая выдала вам это решение. Они говорят, нет, не дадим. В принципе, сама организация общественная это добровольная организация. Хочешь, ты в организации платишь взносы, не хочешь, ты не платишь взносы, вышел с организации. Какие могут быть претензии к нам по оплате взносов не будучи членами организации это имя. Это полный бред какой-то. Так, а все основывается именно на земле, которую предоставили им в распоряжении с нашим имуществом. И они теперь говорят, мы владеем и землей, и имуществом. И они... Где она? Да. Да, да где ксенета? Ну, там... У нас только вопросов, что просто... То есть, вы просто... Если вы... Если вы считаете, что мы не имеем на это права, и что мы вообще никто из вас на сныках, и да, то... У меня позиция другая. Вот то, о чем... Я не понимаю, почему суды не принимают... Вы говорите, нам отказывают. Материн, для того, чтобы отказать, соответственно, всегда суд всегда в мотивировочной части обозначает свою... Вам принести решение, в которых нет мотивировки, вообще никакой. Вам принести решение... Такого не может. По крайней мере, те материалы, которые вы направили в Адресы Критетного Собрания на имя председателя, скажем так, которые мне поручил председателя разбираться, там этого нет ничего. Там только есть некая информация. Правильно. Я в письме говорил, если у вас есть, так дайте посмотреть, что у вас есть. У меня, например, есть решение суда. Я обратился в ОАА, приехала банда их, человек 20-30 в спортивных штанах. Нас выгнало, меня и моих работников выгнало. Поставила своих и сказали, мы, значит, теперь это все наше будет. Я обратился в суд. А имущество-то наше, у меня документы на это имущество есть. Я обратился в суд, говорю, прошу истребовать имущество с чужого пользования. Суд сказал, что у тебя нет документов. Я говорю, вот у меня свидетельство, это же движимое имущество, не регистрация, ничего не может быть. Я говорю, это вот движимое, вот у меня нотариально заверенное свидетельство, вот у меня ксерокопии документов. Это все ерунда, все иди отсюда. То есть, они даже не стали разбираться, имеют ли право захватывать это имущество. То есть, они с ВУА не стали разбираться. Понимаете? Подождите. Так, опять же, вы говорите, что у вас некое движимое имущество. Да. Так, а, скажем так, как вы говорите, вас выгнали, вас-то выгнали с недвижимого, с земельного участка. Нет, нет. Они выгнали меня с движимого имущества. Движимое имущество – это купленный пост охраны, это будка совета. Это все было куплено на деньги. И у меня есть документы. Так нет, не территория, на которой стоят. А они выгнали нас из будок. Нет, подождите, будки, которые стоят на земельном участке. Какое отношение, скажем так, каково основание, что там находятся будки идти? Значит, это решение собрания всего коллектива. Нет, ну, слушайте. Так, минуточку, минуточку. А тогда объясните, на каком основании эта организация забрала имущество. Нет, это немножко о другом хочу сказать. Ну, например, вот у вас есть квартира. Например. Нет, с квартиры не надо. Там все по-другому. Нет, нет, нет. Это недвижимое. Вы сдали в аренду, значит, квартиру. Это ваша квартира. Вы сдали кому-то. Значит, арендатор вдруг решил в вашей квартире, на вашем, скажем так, в комнате в какой-то, сорвить какую-то, значит, скажем так, ну, я не знаю, там, поставил какую-то будку. Значит, вы принимаете решение, сдаете другому арендатору. Значит, с этим арендатором вы расстаетесь. Первый приходит второй, эту будку убирает. Приходит первый арендатор и говорит, нет, вы не имеете права убирать из этой комнаты мою будку. Вопрос на каком основании, то есть, почему это же, то есть, он не имеет отношения к этой комнате. Значит, у меня есть пибовская инвентарционная ведомость, когда сдавалось, когда, значит, это все делалось, это не свидетельство ПИБе, это все зарегистрировано. Вот это имущество зарегистрировано, что оно там было. Мои слова, земельный участок, какое отношение это имеет к земельному участку? Он находится или в государственной собственности, или в государственной собственности, так, как посчитало необходимым. А какое отношение эта организация имеет к моему имуществу, Хоть оно и находится на этом земельном участке Этот земельный участок мне не предоставлен Для того, чтобы я хранил гаражи и свое имущество Я же пытаюсь объяснить, что государство Имеет право поменять Скажем так, пользователей этого земельного участка Конечно Так не государство же это сделало А кто? ВОА ВОА передано А, они арендаты Правильно, если вот я могу вам показать договор Там написано, что участок предоставляется Для хранения гаражей граждан Ни для какой деятельности Это организация Ну понятно Ксения Да, вот у меня сидят как раз Алло Да, слышно меня? Да, не очень хорошо Ну я поставил Я просто на громкую ставлю Сейчас не слышно? Вот сейчас, вот сейчас Значит, вот на громкой стоит Вот у меня пришли товарищи, которые пишут Значит, скажите мне первое Значит, помните вот тот момент Они говорят, что они не могли Вы на улице, что ли, еще не могли поймать? Нет, Сергей Николаевич, я в метро Я просто плохо себя чувствую Мне Тамара Борисовна домой Спела Я слышу, Сергей Николаевич, вопрос, да? Значит, вопрос такой Значит, помните, вы говорили Мы с вами обсуждали эту тему Что они не воспользовались своим правом Перезаключение договора На земельный участок Значит, можете еще Прокомментируйте, пожалуйста Ну, насколько я знаю Насколько нам поступила информация из КИО Впервые с владельцами гаражей Договор аренды на земельный участок Подключен не был Так То есть никаких прав у владельцев гаражей На земельный участок Под этими гаражами Оформлено не было Это понятно Но мы с вами, когда обсуждали этот вопрос У меня сказали, что КИО в свое время До заключения договора с ДУАМ Было по постановлению правительства Или по распоряжению КИО У них была такая возможность До определенной даты Они могли это сделать Но не воспользоваться этой возможности Помните вы? Ну, это целесообразно было сделать В любое время До того момента Как этот договор аренды Был заключен с вот этой новой организацией То есть у них такое право было Конечно Это даже было не право, а обязанное А почему они занимаются С земельный участок, да? В 90-е, да? Почему в 90-е? Это сейчас было недавно, правильно я понимаю? Нет, где решение о собрании? Ну, когда они впервые заняли С земельный участок И до того момента Когда этот участок был предоставлен Другой организации Они должны были свое право оформить Понятно И он не сообщает о том Что вот права владельцев заражения На этот участок были когда-либо Оборвлены В 90-х годах Сейчас еще когда-либо Такого не было сделано Понятно Поэтому земельный участок считается Ну, свободным от прав Да? Он с, как это, обремененным имуществом Движим, кстати говоря Но свободный от прав Вот, договорив Понятно Понятно И второе Значит, с Дуамом заключил договор Киева Правильно я понимаю? Это было по постановлению правительства, если не ошибаюсь? Нет Ну нет, это, по-моему, распоряжение Киева Распоряжение договора Дуамом У нас по распоряжению Ермена Хорошо, я понял, все, спасибо Значит, после нас Она, собственно, вам и говорит о том Что у вас такое право было Его никто не отменял Только вы его не воспользовались Значит, почему? Извините, я вас перебью Может быть, это и правильно Но Вот мы строились, например, да Здесь, в нашем районе В 90-х В 96-е, в 97-е, в 98-е годы Да, да, да Вот у Владимира Он раньше строился еще Да В 90-е годы, представьте себе Это вообще был бардак полный Кто будет гражданам говорить о том, что они могут Да Никто нам предложение даже не давал Ни на собрание не выносилось Ведь собрание это Руководящий, высший орган Правильно? Потому что там не одиночки У вас же было сейчас я вам все объясню вот 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 это самое главное что было за организация вот а теперь по поводу нашей ситуации у нас в 2002 году был заключен договор аренды на курортный вор который мы хотели восстановить мы не против него но эти друзья товарищи похерили его от нас это скрыли и я только в одиннадцатом году узнаю что у нас была организация у нас был договор и все вот и вся ситуация нас просто обманули и кио в том числе тогда есть понимаете есть договор 2002 года у меня есть договор еще раз я опять обращаю ваше внимание что той ситуации в которой вы находитесь от возможно только через так не согласен вы предлагаете нам состязательность аренды в котором указано что арендатор вправе расторгнуть договор в любой момент без суда по своему усмотрению да но почему он не может тогда встать на сторону граждан то есть которые имеют имущество 20 лет стоят имущество живущие на наши налоги на все защищают интересы бандитской организации которая действует незаконно не имея никакого права на эту аренду ведя незаконную деятельность вымогает граждан деньги и и нарушая договор и нарушая договор и они действуют незаконно незаконно закон так что мешает судья сколько судья я не могу сказать законно а так а почему а что мешает киева расторгнуть договор него все права на основании того что они нарушают договор зачем я буду сидеть и вот так же говорит пусть его расторга конечно но тогда почему он имеет право на свое он и нет нет киева извините киева это чиновники наняты на для того чтобы работать на нас они должны работать на граждан они на эту организацию понимаете у нас скил я вообще не могу ничего попасть туда не попасть не поговорить ни с кем не могу там только вот опускай письмо и все в том приходит писали либо ничего не приходит вообще вот уже с прошлого года нет никакого ответа на два письма либо какая-нибудь фигня который лет пять тому назад все то есть я с ними говорить не могу есть гаражные кооперативы предусмотренные законодательства общественных организаций гаражной стоянки причем который документов про они никаких ничего нет дали договор калининской районной общественной организации который законной деятельности и она продолжает там 10 они суд до сих пор ходят с граждан деньги трясут а ведет деятельством какая-то периодичная организация который нигде не зарегистрировали ничего спрашиваем на каком основании собирают деньги это вас не касается вы должны платить и все гаражный который поэтому мы к вам и обратились как сделать так чтобы киево чиновники санкт-петербурга выполняли свои обязанности и свои обязательства перед гражданами или мы вообще бесправны я вам отвечаю понятно затем все понятно значит это не новость и полиция отправляет и говорят идите в суд теряйте свои права вот и все просто на суд принимает бредовое решение о том что мы должны платить организации общественной организации взносы не будучи его членами значит если вы считаете что супер инстанции принимают бредовое решение уже и вторая инстанция прошла а вы бы посмотрели столько социолога только только суп а дальше нам не там нам дальше запрещено уже понимаете мы еще раз понятно то есть значит добиться чтобы чиновникам действий в интересах налогоплательщика невозможно без суда без суда невозможно по поводу по поводу деятельности в организации и в районе как цель нарушает федеральное законодательство и почему здесь документы прокуратура вот потому же почему же не решает они отказываются просто напросто отказывается все то есть суд не хочет прокуратуру не хочет чтобы получить документ законность может определить закон и незаконно только суд суд не определяет так он чего-то суром по ощущениям суть судьи он вы определяет по своему так сказать личному и все основное место мы судьи есть такое право выносить соответствующие решения да и полиция убеждению почему-то у них убеждение на стороне вуа а я объясню почему потому что у них материальные возможности в разы больше чем у нас у меня пенсии 12000 что я могу сделать а у них я же говорю о нем районная организация полмиллиона в год отстегивает юридической фирме это при том что в горсовете есть еще своя юридическая фирма еще вот в кировском районе другой нанимают юридическую фирму это как а вы предлагаете нам с ними воевать и вы нам еще пишите что должно быть договором а какой договор то никакого договора они с нами заключать тоже не собираются если они просто собираются бабки снадо снимать через суд и все и это у заканивать через суд а по поводу первичных организаций мы даже не можем обратиться в суд потому как у них нет реквизитов его отказывается и полиции вовсе отказывается нам их предоставить то есть мы лишены обращения в суд они говорят а мы тут причем это какая-то организация у нас у них же не у нас нет документов что это первичная организация какое-то отношение имеет к той и мы через суд не можем этого добиться поймите правильно наша позиция мы просто возмущены этой ситуации в плане чего прокуратура минюст все кто угодно проверяют чистые документы важные что они предоставят они прелестные организации которые местные отделения первичные городские а есть центральный совет все чистые скажите вы сами или у вас есть юридическое бюро который сами потому что у нас у нас нет денег на эти юридическую я же говорю меня почему к вам и приходим до меня и пищу суд по просьбе буа лишил пенсии вообще 20 раз он сказал адвокат значит я обращал да мы все решили все сделать давай заключать договор 30 и все всего пока я нему заплачу 30 и ничего не делает а также по земле как бесплатно нет я бесплатно я бесплатно обращался а по земле говорят с каждого по 170 тыс да вот так вот пенсионер я обратился в смоленский суд чтобы отменить вот этот договор аренды смоленский суд отказался рассматривать и говорит что от них и юрисдикции все в другой суд то же самое то есть одна и та же то есть они отпихиваться а мы-то ничего не можем сделать мы не можем повлиять на суд никак а есть вот народного ополчения 26 мы тоже также в кадастре узнавали там по 26 там до кооператив который вы земля там и все все ясно все это но я то вы начнем ничего не можете помочь значит ребята да так сказать вас будут мяч и как там отношение что есть уже бумаги даже нарушение этой общественной организации и федеральных законов и устава и все и никто на это не обращать внимание никто ничего не хочет делать просто-напросто полнейшая бездельно вообще заявляют что эта организация имеет право суд суде завели эта организация имеет право нарушать закон сколько хотят пока не будет решение суда что они незаконны решение суда есть но там не написано в прямую что они незаконны они написали что требования минюста ликвидации ликвидации это незаконное действие но добровольно исполнила все и поэтому нет решения суда и это же организация ликвидирована сейчас обращается уже два года прошло она сейчас обращается в суд к пенсионерам у меня один товарищ 95 лет они к нему обращаются в суд давай к нам 40 тысяч так на мертвых они подают суд что должны деньги и упала они подают да а в моей ситуации меня два года в гараж не пускали я и милицию вызывал я и прокуратуру звонил и никто ничего не действует судья не горят а нет никаких у тебя доказательств нет я привел свидетелей они вызвали охранника охранник говорит нет не было ничего все было нормально он в гараж заезжает только после двух судов когда суд уже снял с меня деньги я смог уже приехать в гараж и меня пускают уже свободно и никто ничего не горит а эти спрашивают председателя а человек и есть это сам почему собрание решила его там не пускать да они молчат и ничего не говорят мерки ездит а заклада конституции 35 статье да это все есть понимаете потом нас лишили также и в гараже и хотели лишить просто-напросто да вот 1 до свидания спасибо до свидания до вот Папа. Продолжение следует.